Каждый из нас не раз видел портрет доброго пожилого мужчины в очках и с аккуратной бородкой, изображенный на стенах заведений KFC и на упаковках с их продукцией. Многие еще часто слышали о неком полковнике Сандерсе, мудрившемся придумать гениальный рецепт жареной курицы, покорившей мир. Полковник Сандерс – человек, которому пытаются подражать американцы. Он выбился из нищеты и стал миллионером, воплотив в жизнь свою мечту. Дэвид Харланд Сандерс родился в Генривиле, штат Индиана, 9 сентября 1890 года. В шестилетнем возрасте мальчик скоропостижно теряет любимого отца. Финансовые проблемы вынуждает мать идти на работу, дабы заработать на кусок хлеба. Маленький ребенок становится старшим в семье, берет ответственность за воспитание младших брата и сестры на себя. Именно в данный период жизни парень открывает для себя бескрайний мир кулинарии. Семья и родственники отметили способности ребенка к поварскому ремеслу, однако только через десятки лет кулинарное мастерство принесет Сандерсу реальную прибыль. Вскоре мама влюбляется и выходит замуж. Дэвиду приходится самостоятельно зарабатывать деньги. Парень меняет десятки работ, осваивает несколько профессий. Сандерс работал продавцом автопокрышек, страховым агентом, фермером, кочегаром паровоза, автослесарем, капитаном парома, кондуктором и так далее. Однако ни одна специальность не пришлась по душе. Единственная сфера деятельности, которая запомнилась молодому человеку – кочегар. В этот период жизни Дэвид встречает и влюбляется в прекрасную девушку Клавдию, которая будет поддерживать его всю супружескую жизнь. Проходит много времени. Сандерсу 40 лет. Он разочарован в жизни. Постоянная нехватка денег, отсутствие перспектив заставляет мужчину изменить мировоззрение. Харланд решается открыть собственное дело – автосервис на трассе, соединяющий север и юг страны. Автомастерская пользовалась большим спросом у владельцев машин. Предприятие начало приносить хорошую прибыль. Работая в мастерской, Сандерс замечает тенденцию, которая в будущем принесет ему миллионы. Большинство автотуристов путешествуют голодными. Дэвид решается рядом с мастерской открыть мини-столовую, где самостоятельно жарит куриных цыплят, сдабривая блюда уникальными приправами собственного приготовления. Жареные цыплята пользовались огромной популярностью. Семейный бюджет Сандерсов пополнился очередным источником дохода. Курицы Дэвида настолько полюбились американцам, что получили название «Национальное блюдо штата». Награду Сандерс от губернатора получает звание «Кентукского полковника». Вскоре белая полоса жизни заканчивается. Власти построили новую автомобильную трассу, которой отдали предпочтение большинство клиентов Дэвида. Предприниматель окончательно отчаивается, ведь ему уже 62 года. Он вновь пытается собраться с мыслями, чтобы определить стратегию выхода из создавшегося кризиса. Решение приходит само собой. Выручает вновь жареный цыпленок. Бизнесмен собирает чемоданы, отправляясь колесить Америку. Он посещает рестораны и заведения общественного питания, где предлагает к реализации собственный уникальный рецепт жареной курицы. Пожилому кулинару постоянно отказывают. После нескольких месяцев безрезультативных скитаний, Сандерс находит своего первого клиента, который предложил Дэвиду 5 центов с каждого проданного цыпленка. Предприниматель соглашается и продолжает дальше путешествовать по США со своим кулинарным предложением. В начале 60-х годов курицы Сандерса продаются в сотнях ресторанов Америки. Наконец, Дэвид самореализовался как бизнесмен. Он полностью доволен результатами своей деятельности, отдавшись непревзойденному кулинарному таланту. 70 лет его торговая компания покоряет пик популярности, и полковник Сандерс продает бренд международным инвесторам за 2 миллиона долларов. Новые владельцы уговаривают Дэвида остаться на посту руководителя маркетинга и продаж. И он соглашается. Сандерс Харланд умер в возрасте 90 лет, в 1980 году. Остаток жизни полковник посвятил отдыху, развлекался, играл в гольф, много путешествовал. Также совместно с супругой он занимался развитием своего нового ресторана. Все мечты предпринимателя сбылись. Ему удалось наполнить жизнь смыслом и стать счастливым. До конца подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.